Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей в студии Михаил Ермоленко. О главных событиях прошедшей недели расскажем через минуту. О миграционной политике, изменениях в сфере туризма, решении проблем дольщиков и поддержке наших бойцов в зоне специальной военной операции. Итоги послания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова депутатам Губернской думы и жителям региона. Знаковый объект для области и города. Самарский планетарий сдадут в эксплуатацию в конце 2024 года. В начале июня отметили международный праздник День защиты детей. Какой программой порадовали юных самарцев и их родителей? В начале недели губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступал с посланием к депутатам Губернской думы и жителям региона. В своей речи отметил основные достижения в социально-экономической сфере и обозначил дальнейшие приоритетные цели и задачи для правительства области. Напомню, что с посланием губернатор обращается ежегодно. Каковы результаты работы за прошедший период, расскажет Виктория Шарая. Стратегия развития региона была написана пять лет назад. И хотя она была очень амбициозной, все намеченное удалось реализовать, отметил губернатор Дмитрий Азаров. За это время Самарская область поднялась на 56 рейтинговых позиций. Открыто 101 новое производство. Создано 48 тысяч новых рабочих мест. Уровень безработицы снизился в два раза. Поддерживается малый бизнес. Из тени вышли 155 тысяч предпринимателей. В регионе создано три индустриальных парка. В селе Преображенко, Чапаевске и Тольятти. Это более 700 тысяч рабочих мест. В условиях СВО экономика региона чувствует себя уверенно. Ни в один из периодов новейшей истории Самарской области не приходилось преодолевать столько экономических и социальных вызовов, решать столько задач, требующих полной самодачи и высочайшей организованности. Но мы справились. Справились сообща. Самарская область держит санкционный удар. Сегодня в ОПК трудятся десятки тысяч человек. Объем государственного заказа вырос более чем на 20%. Создаются новые кластеры. Суммарный объем инвестиций составляет 40 миллиардов рублей. В 2022 году мы удвоили свою выручку по сравнению с 2021 и 2020 годами. В этом году мы также планируем быть на уровне свыше 50 миллиардов рублей. Мы считаем, что это хороший уровень и будем за него держаться. Мы считаем, что та обстановка, которая сложилась в регионе за последние годы, она способствует увеличению наших объемов ГОС и способствует нашему технологическому развитию. Фактически это наша история за пять лет. Непростая история. На этот период пришелся и ковид, и беспрецедентные несправедливые санкции. Но тем не менее впечатляют некоторые показатели, особенно некоторые показатели, которые не могу не отметить. Например, индекс инвестиционной привлекательности вырос на 56 пунктов. То есть это результаты команды губернатора и нашего правительства. Большая работа в регионе ведется по поддержке бойцов, находящихся в зоне СВО. Губернатор подчеркнул, от исхода противостояния зависит будущее страны, детей и внуков. И даже сугубо мирные дела должны служить укреплению страны. Фронту нужны не только передовые технологии, но и сплоченность, поддержка. С начала военной операции в регионе собрано более 6 тысяч тонн гуманитарной помощи. В этом году, как и в прошлом, дети из ДНР и ЛНР отдохнут в загородных лагерях. В городе-побратиме Самары, Снежном, восстанавливаются объекты – больницы, школы на сумму свыше миллиарда рублей. Наши воины, их близкие, должны чувствовать заботу окружающих. Разработан проект «Возвращение», чтобы бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, могли восстановиться. У них должны быть возможности для личностного роста. Я безумно рада, что мы живем в Самарской области. И мы ценим нашего губернатора. И под его руководством нам не страшны никакие внешние угрозы, проблемы. Мы знаем, что мы обязательно справимся, потому что мы вместе. Комплексно выстраивается транспортная инфраструктура. В регионе построены два новых моста через реки Самара и СОК. Восемь многоуровневых развязок. Запланировано строительство автостанции. Строится станция метро «Театральная». Ведется работа с дольщиками. Осень 2017 года в этом зале. Нашу первую встречу с обманутыми дольщиками. Она продолжалась более девяти часов. И была очень напряженной, эмоциональной. Эмоции у людей зашкаливали. И это объяснимо. А теперь могу отчитаться. Из 88 многоквартирных домов, где были нарушены права дольщиков, проблема решена на 77 тяжелейших объектов. В регионе активно ведется работа по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, особенно в Самаре. Решаются вопросы расселения жителей из аварийного жилья. И мы видели какие-то серьезные цифры с каждым годом. Эти цифры прирастают. Искренне рада, что в расселение жителей из аварийного жилья Самара вносят свой существенный вклад. Мы стараемся не подвести губернатора в этом. И, конечно, тоже с каждым годом увеличиваем количество семей, получивших новое комфортабельное безопасное жилье. За пять лет количество домов, построенных в регионе и введенных в эксплуатацию, могут составить два города, таких как Сызрань. Облик жилых кварталов меняется. Новые набережные построены во всех городах на Волге. В Тольятти, Сызране, Октябрьске, Жигулевске. Обновлена очередь набережной в Самаре. Сейчас решается проблема неочищенных стоков. Активно идет перекладка сетей. Конечно, аварийность на теплосистемах, водосистемах резко снизилась. Мы это видим и по Самаре. Мы очень серьезный вклад делаем и в очистку сточных вход в рахах программы оздоровления Волги. В этом году у нас завершается работа на ГОКСе. Меры соцподдержки в регионе увеличились в три раза. Более чем в пять раз возросла сумма поддержки семей с детьми. Вырос объем средств на выплаты пожилым людям. Возведены 54 детских сада. Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в садах на 100%. Сейчас работа в том же направлении ведется паятельным группам. Закуплено 188 новых школьных автобусов. Открытый центр цифрового образования для детей. Создан НОЦ. В его составе десятки вузов. Развивается система здравоохранения. В Самаре, Тольятти, Сызрани построены новые инфекционные отделения. Особое внимание областные власти уделяют медицинским учреждениям, расположенным в селе. Построены шесть ледовых арен, 18 спортивных комплексов, модернизированы два театра. Строится здание театра «Грань». Президент Владимир Путин поставил задачу перед губернаторами выстроить технологические суверенитеты регионов. Самарская область приближается к этой цели. Крупные предприятия стали российскими. Автоваз увеличивает свою долю на рынке. В 63-й регион перенесено производство Веста из Ижевска. Развивается водородная энергетика, биомедицинские технологии. Внешний оборот Самарской области – более 8 миллиардов долларов. Задача добиться роста инвестиций на 77% по сравнению с 2022 годом. Виктория Шарая, Ксения Баканова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Вопрос-ответ в один клик. Несколько лет назад Самарская область стала пилотным регионом, где ведомства и организации пришли на удобные для людей площадки – в социальной сети. На сегодняшний день в нашем регионе создано почти 3000 страниц госучреждений ВКонтакте. Странички ведут в областном правительстве, администрации города, учреждениях здравоохранения, культуры и многих других подведомственных организациях. Как госпаблики помогают людям вновь поверить в себя, осознать, что тяжелый диагноз – не приговор, и помогают решать самые актуальные и наболевшие вопросы, связанные с жизнью региона и большого города. Репортаж Ольги Павловой. Этот человек не блогер, это не кино и нежелание стать популярным и заработать имя на многочисленных лайках в сети. То, что сейчас происходит на экране, связующее звено между пациентом и врачом. И тем и другим непросто, когда смысл жизни в самой жизни. Заведующая отделением ультразвуковой диагностики областного онкоцентра Ольга Облекова на связи с пациентами круглосуточно. В стримах, проще говоря, прямых эфирах, она отвечает на вопросы, которые пациенты напрямую практически никогда не задают. С учетом диагнозов так проще и легче, отмечает начальник отдела по связям с общественностью областного онкоцентра Алена Гарина. Работать в онкоцентр она пришла в 17 лет сразу после школы. Колледж окончил экстерном, чтобы трудоустроиться в регистратуру. До сих пор вспоминает случай, который врезался в память навсегда. Через некоторое время я увидела молодого человека, моего ровесника, очень доброго, светлого, отзывчивого мальчика, который был пациентом онкодиспансера, но помогал, шутил, как-то всех подбадривал. Как оказалось, его родители и он сам достаточно поздно обнаружили какие-то тревожные симптомы. Когда они обратились к специалистам, было уже достаточно поздно. Через некоторое время молодого человека не стало. Мы ездили провожать его всем онкологическим диспансером, но этот образ его навсегда врезался в мою память. Эта история перевернула представление о том, как общаться с пациентами, делится Алена. Чтобы люди были осведомленными о заболевании, чтобы было меньше мифов, чтобы они не боялись просто сказать «мне больно или плохо или психологически тяжело». Алена спустя некоторое время, следуя своему порыву помогать людям, перешла в отдел пиара и возглавила его. Так у областного онкоцентра появился паблик ВКонтакте, который спустя годы набрал большое число подписчиков и стал востребованным. Не все вопросы успевают задать, не все вопросы возникают сразу. Уже через какое-то время появляется большое количество новых вопросов, которые требуют ответов. И не все могут приехать опять на очную консультацию к специалисту в силу различных причин. Поэтому, конечно же, очень удобно написать, задать интересующий вопрос в паблик учреждения, зная, что здесь опытные специалисты всегда ответят, подберут нужные слова. Официальная страничка онкоцентра появилась 10 лет назад в 2013 году. Обычно критериями успешности считаются цифры. Например, количество подписчиков. Но для онкоцентра, поясняют специалисты, этот показатель не является ключевым. Куда больше важна обратная связь между пациентом и врачом. Страницы, так называемые паблики в соцсетях, сегодня активно ведут органы власти и подведомственные учреждения. В Самарской области создано около 3000 страниц госучреждений ВКонтакте. Помочь новичкам, а также развивать компетенции профессионалов призван Центр управления регионом Самарской области. В прошлом году специалисты ЦУР провели 36 обучающих семинаров для администраторов госпабликов ВКонтакте. Секрет популярности госпабликов очень прост. Они приносят пользу жителям и оперативно решают их проблемы. Люди пишут комментарии в официальной группе муниципалитета. Вопрос через систему инцидент-менеджмент сразу направляется в работу исполнителя. Паблики, подключенные к системе ВК, имеют суммарный охват аудитории больше 2,5 миллионов пользователей. Самарская область действовала на опережение и уже получила 1210 меток госорганизации в социальной сети. Сотрудников госучреждений регулярно обучают правилам создания и оформления публикаций, учат налаживать коммуникации с пользователями и медиапланированию. Активно работает в госпабликах и администрация городского округа Самара. Это не только способствует привлечению заинтересованной аудитории, но и помогает своевременно реагировать на просьбы жителей города максимально оперативно решать самые актуальные и наболевшие вопросы. Пользу страничек органов власти и подведомственных учреждений в соцсетях отмечает у губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. По мнению главы региона, формирование доверия между властью и обществом – одна из приоритетных задач. Госпаблики – это шаг к доверию. Мы стараемся работать так, чтобы деятельность администрации городского округа Самары, всех отраслевых департаментов, всех подведомственных учреждений была понятна для жителей Самары, чтобы все муниципальные услуги были доступны для жителей Самары, чтобы им было удобно получать их. Мы призываем всех жителей Самары подписываться на госпаблики Самары, добавлять себе в закладки, быть активными пользователями и читателями новостей госпабликов. Система госпабликов предполагает единый стиль – удобные кнопки, полную информацию о работе госорганов. Почти из трех тысяч госстраничек, зарегистрированных в нашем регионе, около 500 – паблики городской администрации. Это группы районов, департаментов школ, детских садов и других учреждений. Одной из главных задач таких страниц являются быстрые ответы на обращения жителей. Наполнение пабликов полезным контентом и оперативная связь с горожанами – одна из задач муниципального центра управления Самары. Это не только новости, это не только справочная информация о том, в какие часы или на каких условиях работает та или иная организация, с какими документами нужно прийти для получения той или иной услуги. Но это, конечно же, живая отработка сообщений буквально в режиме онлайн. Одним словом, сделано все для того, чтобы реакция чиновника или работника муниципального учреждения была максимально быстрой. Таким образом, специфика и специализация учреждения, создающего госпаблики в сетях, не имеет значения. Полезными, яркими, а для кого-то любимыми становятся те страницы в социальных сетях, которые ведут специалиста, не только увлеченные своим делом, но и понимающие, что они делают это для людей. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. В первый день лета в Самаре в 6 утра заработал вестибюль номер 2 станции метро «Алабинская». Пространство и два схода к нему комплексно отремонтировали и модернизировали. Таким образом, пассажирам стали доступны все 6 сходов. Это обеспечит удобный подход к станции и повысит безопасность дорожного движения. Жительница Самары Наталья Дынкина на переход улицы Новосадовой сейчас тратит в разы меньше времени. Теперь она пользуется одним из сходов станции метро «Алабинская». Удобно, потому что переходы очень на большом расстоянии расположены и попасть с одной стороны улицы на другую очень было проблематично, особенно у кого ноги болят там или обходить, то есть далеко было. А сейчас как бы все нормально, я вот спустилась у своего дома и оказалась на этой стороне улицы. В 6 утра 1 июня открылся второй вестибюль станции «Алабинская». Таким образом, с сегодняшнего дня пассажирам стали доступны все 6 пешеходных сходов, расположенных на пересечении улицы Новосадовой и Осипенко. Они позволят не только обеспечить удобный подход к станции метро «Алабинская» со всех сторон перекрестка, сходы повысит безопасность перехода через улицы Осипенко и Новосадовую. В 6 утра уже люди идут, люди очень довольны. И уже многие пассажиры, вот наблюдала я ближе к 8 утра, что в переходе ходят и рассматривают все, знакомятся со станцией. Очень счастливы, что открыли переход. Станция «Алабинская» была запущена в эксплуатацию в феврале 2015 года. Но второй вестибюль некоторое время был закрыт для пассажиров. В стране произошли существенные изменения в законодательстве, в том числе и в сфере транспортной безопасности. Пришлось менять проектные и технические инженерные решения. Учитывались и санкционные меры. Но заказчик и подрядчик справились. Замечаний нет. Вестибюль номер 2 начал работу в постоянном режиме. Значение боевой безопасности, естественно, требования к части транспортной инфраструктуры возрастают. Естественно, с точки зрения безопасности, удобства, он, будем говорить, на порядок, будем говорить выше. Мы работаем, у нас в этом году порядка около 100 миллионов на транспортную безопасность. Самарское метро продолжает жить. Строим станцию театральную. На станции «Алабинская» установлено самое современное оборудование. Камеры наблюдения, подъемники для маломобильных граждан, металлодетекторы, турникеты российского производства. Они с современным дизайном и функционалом, с обновленной информационной панелью. При этом надежность работы систем выше за счет программного обеспечения. Огромный плюс данного комплекса в том, что обслуживающий персонал может дистанционно наблюдать за работой турникетов, своевременно получать сигналы о состоянии комплекса и необходимости технического обслуживания. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. В городе продолжается строительство планетария. Он станет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Сдать знаковый для города и региона объект планируют к концу 2024 года. Подробности в нашем следующем репортаже. «Опускается каркас и бетонируется». Главный инженер проекта планетария Андрей Столяров на картах показывает масштаб строительства. Сейчас во стройплощадке идут работы по подготовке котлована глубиной 9 метров. Готовят каркасы для свай. Специалисты работают практически круглосуточно. «Лично для меня я такие объекты ни разу как бы не строил. Конечно, интересен. Конструктивный, архитектурный он очень интересный. Ну и для «Самары» все-таки значимый». Площадь планетария составит почти 6 тысяч квадратных метров. По замыслу авторов проектов, сложным по конфигурации здания будут два подземных и три надземных этажа. Аэроплощадка, чтобы наблюдать за звездным небом. Звездный зал под куполом сможет вместить 224 зрительских места. Также в здании предусмотрен конференц-зал. Создание планетария станет катализатором в развитии научного и образовательного потенциала Самары и области. Я считаю, что это очень важный момент, потому что в настоящее время является особенно актуальна подготовка ребят, школьников, студентов именно по техническим специальностям. Астрономия – это одна из тех наук, которая в настоящее время позволяет нам развивать и различные космические технологии, а также приближает детей, скажем так, сделает ближе к космосу. В этом году в Самаре прошел проектный семинар. В нем приняли участие сотрудники Московского планетария, иностранные специалисты – студенты. Они обсуждали различные инсталляции, предлагали идеи и их реализацию в Самарском планетарии. Мы предложили одну из инсталляций – эволюция звезд. Это, на мой взгляд, очень важный аспект, который нужно изучать в астрономии. Он, в принципе, интересный. Многим он интересен. Завершить строительство знакового для города и региона объекта планируют к концу 2024 года. После сдачи его в эксплуатацию будет восстановлена вся инфраструктура музейно-выставочного центра «Самара-космическая», частью которого станет планетарий. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События. 1 июня по традиции во всем мире отметили День защиты детей. Праздничные события прошли в Самаре. Во дворах, парках, скверах для детей устраивали конкурсы, анимационные шоу, дарили подарки. Главной праздничной площадкой в этом году стал Струковский сад. Пусть всегда будет детство. Под таким названием второй год подряд здесь прошел фестиваль. С самыми маленькими жителями города встретилась глава Самары Елена Лапушкина. Галина Топилина расскажет подробнее. Весь день на площадках фестиваля проходят игры, конкурсы, мастер-классы, звучат любимые песни, выступают детские творческие коллективы, свои номера представляют ребята из детского КВН. На аллеях парка можно встретить персонажей из любимых мультфильмов. Здесь работают порядка 30 разных тематических, развлекательных и познавательных площадок. Чтобы приехать в фестиваль, пришлось прогулять детский сад, рассказывает Любовь Бирюкова. Ее дочке Арине только в августе исполнится три года. Мама уверена, малышка обязательно запомнит этот день. Это ее первый большой праздник. В этом году мы первый раз. Нам очень здесь понравилось. Впечатления самые замечательные. Нравится, что очень много инсталляций, очень много локаций по разным мероприятиям. Поэтому все супер, все замечательно. Мы провели прекрасный день. И еще продолжаем. Мне понравилось. А Татьяна Холодева с дочерьми на фестивале уже второй раз. В прошлом году все очень понравилось. И в этом фестиваль вызывает одни положительные эмоции, рассказывает Татьяна. Во-первых, мне нравится то, что все бесплатно, организовано. То, что сделано. Рисуют детишки, лепят. Все для художества, развития соответственно. Да и вообще все очень супер. Все радостные, счастливые. День защиты детей – один из старейших международных праздников. Это праздник детский, но он был учрежден для взрослых. Большинство малышей, которые сегодня пришли на фестиваль, еще не понимают, что означает этот день и почему он носит такое название. Вы знаете, какой сегодня праздник? День детей. А что для вас этот праздник? Что вы про него знаете? Мне все дети радуются. 13-летняя Виктория уже более осознанно встречает этот день. Этот праздник обозначает, что не у всех детей все хорошо. И на эти проблемы нужно в этот день особенно обращать на это внимание. Чтобы взрослые обращали на это внимание и как-то могли детям помочь и защитить в трудной ситуации. В мероприятии, организованном в Струковском саду в честь Дня защиты детей, приняла участие и глава города Елена Лапушкина. Хочу поздравить всех детей с началом летних каникул, долгих, продолжительных. Хочу пожелать, чтобы весь этот период был наполнен новыми впечатлениями, счастливыми, новыми друзьями. Чтобы была замечательная погода, чтобы дети имели возможность хорошо отдохнуть. Ну и, конечно, напомнить всем взрослым о том, что это все-таки праздник защиты детей. Давайте будем с ними рядом, давайте их будем учить добру и всему самому хорошему. Початным гостем фестиваля стал генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Уже второй год «Союзмультфильм» выступает главным партнером детского праздника в Самаре. В этом году фестиваль окреп, он стал масштабнее. И мне кажется, это уже такой вот вектор для нашего постоянного сотрудничества. Мы надеемся, что наши зрители вырастут людьми отзывчивыми и умными. Выходит, что ты находишься в постоянном диалоге и с детьми, и с родителями. В первую очередь с детьми. И мы чувствуем, как постепенно даже родители начинают нас перекладывать, что ли, эту функцию воспитания детей. И мы все учимся чуть-чуть еще и быть педагогами. Программа фестиваля рассчитана до самого вечера. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Невероятная история о золотом ключике, деревянном мальчике и куклах, которые обрели свой театр. В Международный день защиты детей юным самарцам представили спектакль «Буратино» или «Тайна волшебной двери». Праздник также прошел и в одном из ресторанов быстрого питания, где детям приготовили вкусные подарки и развлекательную программу. На площадках побывали наши корреспонденты. Ольга Шишова с мужем и дочкой в очередной раз пришли в театр кукол. Малышке нет еще и двух лет, но спектакли она очень любит. В этот раз получился подарок для всей семьи ко дню защиты детей. Она меня очень любит, она с года смотрит все это целиком, все спектакли. Не уходим до конца. Увлекает. Для детей это хорошо. Они общаются все вместе. И праздники для родителей детей получаются совместными. Малышам и их родителям бесплатно представили спектакль «Буратино» или «Тайна волшебной комнаты» по повести Алексея Толстого. Давай-ка я поправлю тебе шапочку. Сиди здесь и никуда не уходи. А я скоро вернусь. Постановка предлагает детям задуматься о том, что такое счастье и дает подсказку, что возможно самое большое счастье в жизни приносить радость людям. Здорово, когда есть куда прийти, где можно отдохнуть, где можно повеселиться и получить большое удовольствие. Общение нужно людям. И самое главное, наверное, в наше время вот такой праздничный день нужен, чтобы вспомнить о проблемах, вспомнить о том, что дети нуждаются все равно в особом отношении к себе. На постановку получили билеты 246 детей, в том числе ребята с особенностями здоровья и дети из малообеспеченных семей и семей военнослужащих. Праздник также прошел и в одном из ресторанов быстрого питания. Там для ребят провели развлекательную программу и угостили вкусными подарками. Тем детям, кто не смог прийти на праздник по состоянию здоровья, подарки отправили домой. Светлана Кудрявцева, Петр Поломеев, Николай Епифанов, События. Это были важные и интересные события уходящей недели. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте СамарГиз, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok